приветствую вас всех и крысой рад вас видеть и мы продолжаем с вами общаться живи я спрэхн возможно у вас там накопились вопросы есть какие-то мысли кто-то хотел о чем-то спросить если вопросов нет мы тогда продолжим наши знакомительные занятия сегодня мы продолжим работать с бубном поработаем еще с бубном но сначала чуть-чуть теории все мы знаем о том что в теле человека в его духовном поле есть некие энергетические центры чакры но давайте мы еще раз осознаем их значение более глубокое областно и в бедутом тех и цены нах ти фанализия каждый энергетический центр это не просто уровень энергии это одновременно и уровень взаимодействия с окружающей реальностью на этом это не только уровень развития нашего сознания И поэтому, когда люди говорят о духовном развитии, то духовное развитие как раз и подразумевает о том, что мы энергетически поднимаемся вверх от грубых чакр, то есть нижних, кверхних. И если мы поговорим о духовном развитии, то есть с одной стороны, где мы идем на уровне, когда мы идем на уровне, когда мы идем на уровне. Давайте рассмотрим какие-то базовые понятия. Я думаю, что для кого-то вспомним, а для кого-то посмотрим по другой грани. И давайте рассмотрим какие-то основные понятия. Для кого-то будет это новое, для кого-то может быть все хорошо знали. В славянской традиции первая чакра, с которой мы начинаем работать, с которой мы взаимодействуем, она находится на наших стопах и называется корни. Она соединяет нас с материальным миром. Она соединяет нас с нашими предками до седьмого колена. Diese чакра verbindet нас также с нашими предками до седьмого колена. В том числе она соединяет нас со знанием нашей прошлой жизни. Ут. и другим, это также со знанием или со знанием. Со знанием, то знанием о том, когда мы были там. То есть у нас есть определенные знания, которые мы нарабатывали в будущем на уровне камня, растения, животного и сейчас мы управляем на уровне человека. У нас есть определенные знания, которые мы на уровне камня, растения, 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 растения и растения. Поэтому чакра корни имеет достаточно большое значение для нас. Следующая чакра исток, которая находится на копчике. Она отвечает за наш комфорт. Она отвечает за наш комфорт. И ощущение защищенности. И для того, чтобы защищенность быть. Соответственно, когда мы болеем и нам недостаточно физической силы, нам обязательно надо наполнять эту чакру. Ну и когда мы говорим об этом, давайте еще раз для себя поймем, что нижние чары, они соединяют нас со стихией Земли. Они соединяют нас с первыми элементами, которые выступают с новой энергией. И эти чакры, они соединяют нас с элементами, с элементами, с элементами, с элементами, с элементами. Да, конечно. А вопрос? Да, конечно. У вас есть вопрос? У вас есть вопрос? У вас есть вопрос? У вас есть вопрос? У меня уже не было 3 минуты. У меня не было связано с тем, что я только с Земли слышала. Да. У меня связь хорошая, но у меня связь хорошая, и я тебя нормально все хорошо вижу плавно. У меня связь хорошая, ты не пропадаешь. Да, она потому что у нее иногда эта картинка замораживает. В любом случае можно будет посмотреть записи. Да, у меня тоже есть снимки. Но у меня есть снимки, но у меня есть снимки. У меня нет сегодня, но я вижу, что я все хорошо вижу. Окей. Мы говорим о чаре и сток. И давайте сразу поймем, что когда мы наполняем ту или иную чару энергией, мы работаем одновременно на уровне тела, но мы одновременно работаем с тем пространством, которое есть вокруг нашего тела. Таким образом, наполнение потоком живой чары приводит к гармонизации этой сферы жизни. Когда мы молодые, когда мы юные, обычно мы очень хорошо чувствуем свое тело, потому что наше сознание находится в нижних чарах. Когда мы становимся зрелыми, оно обычно находится в верхних чарах, поэтому наше тело недо получает энергию. Если человек не практикует, то его аура выглядит как груша, то есть она развитая сверху, а снизу как бы энергии мало. Если человек не практикует, то она выглядит как груша. То есть там есть вся энергия, а снизу на теле, а снизу на теле, а снизу на теле нет. Таким образом, как мы поливаем цветы и благодаря этому они растут, нам нужно выполнять свою чару энергией, чтобы мы духовно и телесно развиваться. Таким образом, как мы растут, чтобы они растут и растут. Таким образом, мы должны работать с нашими чарами, чтобы они развиваться и сохранят много энергии. Каждая чара, она связана с определенным видом деятельности. Но не всегда мы можем, например, заниматься спортом и работать со своим физическим телом. А живой наполнять можем всегда и благодаря этому гармонизировать свое тело. Таким образом, мы не можем постоянно работать с этим чарами. Таким образом, мы можем не проводить спорт или активно физическим телом. Однако, мы можем постоянно проводить этот чарами с живой энергией. Следующая чара, она отвечает за наши взаимоотношения, она отвечает за наши reproduктивные органы. Это как раз чара сара. На два сантиметра ниже пупка она находится. И вот, когда мы говорим о нашей привлекательности как мужчины, как женщины, независимо от возраста, это именно зависит от количества энергии, которое есть в этом центре. У нас должно быть достаточно количества энергии в этом центре. Сразу хочу сказать о том, что есть чары, которые, скажем так, женщины там легче накапливают энергию, да? А есть такие чары, в которых мужчины легче накапливают энергию. И поэтому, когда мужчина и женщина соединяются в семье, они друг друга дополняют своими энергетическими центры. Идем дальше. Следующая чара живот. Она отвечает за наши пищеварительные органы, кишечник, желудочный кишечный тракт. Она отвечает за наши достижения в материальном мире. И поэтому у тех людей, которые управляют большим количеством людей, очень часто бывает, особенно у мужчин, бывает животик такой. И поэтому для мужчин, которые очень часто устроены, очень часто устроены, очень часто устроены. И причем, как бы они могут заниматься спортом, они могут, скажем так, вести достаточно спортивную жизнь. Но поскольку это связано с властью, с управлением какими-то территориями, то обычно это центр у них, ну, как бы развит. И это не зависит от того, пьют они пиво или не пьют. И наоборот, когда там нет энергии, то человек становится легким. Он не может достигнуть в этой жизни чего-то. Его слова пустые, они не имеют веса. И если он не имеет энергии, то человек может быть легким и может быть тяжелым. Он может достигнуть в жизни, что его слова не имеют веса. сейчас рассмотрим все чакры будем делать медитацию под губин и мы посмотрим что у нас там делать у каждой из них и мы будем сейчас и аж 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 и а за наше сердце, за наше давление, за нашу радость жизни, за нашу сердечность, открытость, насколько мы гармонично взаимодействуем с окружающим миром, насколько мы нравимся людям, насколько мы можем общаться с окружающими людьми, насколько мы можем общаться с окружающими людьми, у человека, у которого сознание поднялось на этот уровень, для него уже материально не выступает главный, он не думает там про деньги, про власть, он может думать о Боге, о людях, о чем-то хорошем, добрым свете. И человек, с которым энергия уже до этого чакра вверх, не думает о материальном или о том, что деньги для него есть другие ценности, он может общаться с Богом, и эта уровня человечества для него очень важнее, чем материального. Соответственно, поскольку больше энергии раскрыты более верхние уровни, то этому человеку легче бывает чего-либо достигать, потому что когда он нижний уровень, то надо бороться, там как-то тяжело, зарабатывать, а тут человеку может все легко приходиться могут. Очень важно понимать, что когда человек практикует обычную какую-то энергетическую систему, он вынужден наполняться этой энергией, там обнимать дерево, который нужно принимать душ, сидеть возле огня, чтобы набрать энергии. И можно também записать так, что человек должен быть в определенных практике или в определенных системах, когда ему нужно нужно might-то вместе с каким-то объектом общаться или чтобы практикует в случае, чтобы об심ать эту энергию, например, стремиться к бонной see-либо или положить в потоку, чтобы нас поднимать эту энергию для всего arguably пояснения, или присутствовать в фуэр, чтобы обсудить эту энергию. человек напоминает автомобиль у которого время от времени кончается бензин и поэтому он не может дальше ездить когда мы практикуем живо мы делаем настройку посвящение, initiацию и благодаря этому человеку просто надо призвать потоки он начинает через него проистикать и когда мы практикуем живо-heилкуст, мы получаем в начале и мы получаем этот энергии больше энергии, который активирует и мы практически всегда в связи с этим дополнительным энергии потенциалом. В штутку можно представить, что человек как электромобиль, у которого провод в небо и постоянно по нему идет энергия и поэтому он может ездить, сколько ему нужно. со счетцесал бы, как можно сравнить с электромобиль, в котором это ладокабель в небо, и он практически всегда с ладостацией связанно и может быть так много двигаться, как он хочет. Следующий уровень это чара устья, которая находится в деревне в падинке у нас. Она отвечает у нас за щитовидную и парашитовидную железу, которая находится в течение двух новых знаний. Она отвечает за наше творчество, самовыражение, получение новых знаний. Она отвечает за наше творчество, за наше творчество, за наше творчество, за наше творчество. Соответственно, когда человек не может найти выход из какой-то ситуации, это означает, что у него нет энергии в этой чаре, и поэтому он не может видеть возможные варианты событий, параллельно реальность. И если кто-то из этой ситуации не может выйти, то может быть, что ему энергии в этой чаре и он может быть, что он не может видеть в реальность, и он не может видеть и не будет решать. Когда мы выполняем этот центр, мы таким образом открываем себе пространство, мы открываем себе возможные варианты достижения нужного. И если мы открываем этот энергий центр, то открываем для нас параллель новые Möglichkeiten и практически новые Веги, чтобы к цели к нам очень важно понимать, что работа жива, она приводит у нас к гармонизации работы тела и одновременно к гармонизации духовно-энергетических, тонких оболочек. И мы должны понимать, что, если мы с живой энергией работаем, то есть, к гармонизированию и к гармонизированию к феинствующим. Следующая чара это чара ока, которая у нас находится между бровями. И это чара это чара, это чара ока, ага, который находится между бровями. Соответственно, когда мы говорим об этом центре, он отвечает за наши лобные пазухи и за наши лицевые пазухи. И если мы об этом чара В том числе за нижние отделы головного мозга. Раскрытие этой чары приводит к раскрытию духовной интуиции, ясновидения, 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 ясновидения. Человек начинает видеть духовный мир, воспринимать мир как многомерное пространство, где все связано со всем, и поэтому заранее получает информацию о том, что еще не случилось. Чара родник у нас на лапушке, она отвечает у нас за верхние отделы головного мозга, она соединяет все органы, функции и системы в единое целое, давайте вспомним, что когда ребенок ударился, что мама делает, она начинает гладить его по головке. То есть мать intuitивно начинает передавать поток энергии, поток любви своему ребенку, наполняя эту чакру. Таким образом, когда мы говорим о работе живой, то есть это абсолютно природная, врожденная способность, которая нам изначально дана. Когда у нас есть много энергии в этом центре, мы ощущаем связь с Богом, мы ясно понимаем свое предназначение, свой духовный путь. Когда мы имеем много энергии в этом центре, мы имеем сильную связь с Богом, и в этом универсуме, мы понимаем очень хорошо о том, что мы чувствуем себя целостным и гармоничным. Мы чувствуем себя целостным и гармоничным. Порядка 15 сантиметров над головой, у нас есть еще одна чара, которая называется светач. И на 15 сантиметров над головой, мы еще один чакры, на также дисплеер. Когда все остальные чакры работают. Когда все изнутри имеют в виду актив и в ок bow к нам, начинается энергию. И если она открыта, то такой человек никогда не болеет, живет очень долго, он целостен и умиротворен, у него нет духовных или материальных проблем, он един с окружающим миром и он идет путем своего предназначения, путем счастья. Соответственно, занимаясь практикой живо, у нас есть разного рода специализированные медитации, которые позволяют нам наполнять энергией каждой чакры. Но кроме наполнения и творения позитива, давайте поговорим о негативе. То есть у нас могут быть какое-то негативное влияние, которое может влиять на ту или иную чакру и ее блокировать. Оно может быть от того или иного человека. Этот негативный влияние может быть от другого человека. Может быть передана порода. Это может быть от того или иного дисгармония, какая-то духовная сущность, не всегда гармоничная, она может присосаться и проявляться в этой чакре. Или из каких-то внешних причинных причин, которые могут быть от духовной степени, которые могут быть от того или иного дисгармония, и они могут быть от гипотеза в это действий. Поэтому сейчас мы сделаем с вами, с одной стороны это такая некая диагностическая работа, с другой стороны это работа по исцелению. Ну и с учетом того, что Евгений мне говорил, что вы любите Бубинка, вы любите шаманские путешествия, будем идти по-другому. В процессе шаманского духовного путешествия мы с вами пойдем в Срединный мир. В виде некой такой длинной горы, знаете так. И в этой горе будут у нас пещеры, и мы будем ходить в эти пещеры. И в этой горе будут у нас пещеры, и мы будем ходить в эти пещеры. И мы будем очищать их, наполнять энергией, исцелять. Каждая пещера – это одна из чакр. И каждая пещера символизирует один чакр. Соответственно, там мы можем встречать запустение, или наоборот, там может быть красивое и гармоничное. Иногда мы можем там встречаться с какими-то Сущностями. Какими-то Духами, которых, может быть, надо изгнать или очиститься от них. Это некий мир символизма и видений. Это – это – это – это мир символизма и видений. У вас нет открытого потока жива, вы будете работать как бы энергией своего сердца, посылая поток света самому себе и себя же исцеляя. Соответственно, у кого-то будет получаться видеть лучше, а у кого-то может быть хуже, потому что недостаточная энергия в верхних центрах. И даже если вы ничего не будете видеть, а просто будете сидеть и слушать, все равно исцеление будет проходить. Но если вы ничего не видите и просто сидите и слушаете, то будет происходить. Отлично. Сетите так, чтобы вам было удобно. Позвольте расслабиться мышцам лица. Мышцам Рук. Мышцам Пула и Мышцам Ног. Мышцам Пула и Мышцам Ног. Мышцам Пула и Мышцам Ног. Все тело полностью расслабляется. И мы начинаем дышать солнечное сплетение. 4 Такты вдох, 4 Такты выдох. Я буду говорить такие ритюальные фразы, вы продолжаете дышать солнечное сплетение. Я призываю Хранителя Востока, при тихнем силе воздуха. Я призываю Хранителя Запада, при тихнем силе воздуха. Я призываю охранителя юга при тигном силой воды. Я призываю охранителя севера при тигном силой воды. Я призываю aisleя Господи сверху. Я призываю его Господи в онлочichen с низкой иema. И я призываю охранителя в наших сердцах. Берегите и защищайте нас. Берегите нас к Цвету. И вот мы переносимся в то место, где вы были счастливы в детстве. В деревне, в деревне, в деревне, в деревне, в деревне, в деревне. И вот мы переносим в свое место счастья. Берегите нас к Цвету. Смотрите, что вы тогда видели. Субтитры создавал DimaTorzok 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 коричневых цветов и мы входим в коричневую пешевую и мы находимся в коричневой пешеве вы входите как в этой коричневой пешевой Смотрите, что там есть. Может быть, там кто-то находится из ваших предков, кто-то из ваших родителей, которые уже ушли из этого мира. Если там есть кто-то, то вы можете пообщаться с ним. Простите, какое послание он хотел бы вам передать? Если там никого нет, может быть, там есть какие-то предметы? Это волшебный мир, поэтому мы можем говорить даже с предметами. Если там есть какие-то необычные вещи, сундук, шкаф или еще что-либо. Смотрите там во все уголки, откройте эти предметы. Смотрите в каждой окне, открывайте эти предметы или эти мебели. Может быть, какое-то послание или какая-то сила. Может, вы найдете в вашем месте. Может быть, где-то там есть бутон. Может быть, вы найдете в твоем месте. Может быть, его будет? Или немножечко некоторое или вещь? Может быть, вы найдете в твоем месте. dass ihr niemals alleine sein könnt. Вы на самом деле всегда связаны со своими предками. В Wirklichkeit seid ihr immer mit euren anderen verbunden. Вы соединены с предыдущими уровнями между жизнью. Wir sind auch mit den früheren Lebensэbenen verbunden. И это огромная Сила, которую вы можете использовать для своей жизни. Und das ist ein riesiges Kraftpotenzial, welches ihr jetzt in diesem Leben verwenden könnt. Die Kraft des Lebens und des Überlebens. Der Überwindung von Schwierigkeiten ohne auf etwas zurückblicken zu müssen. Und wir räumen diese Höhle auf. выходим из нее und kommen wieder raus. Поднимаемся чуть-чуть выше. Wir steigen ein Stück höher. И вот мы уже можем видеть какой-то красный проход, красную Пещеру. Und wir sehen einen roten Eingang, eine rote Hölle. Может быть она из Рубина или Коралла или как-либо еще. Vielleicht besteht sie aus Rubinen oder Корallen oder ähnlicher. Und wir betreten diese rote Hölle посмотрите эту красную Пещеру изнутри blickt diese rote Höhle an vom Inneren und leuchtet alles mit einer klaren roten Farbe oder gibt es dunkle Stellen oder Flecken füllt diese dunklen Stellen oder Flecken mit einem klaren roten Licht кто там в этой Пещере там есть может быть какие-то предметы человек или что либо еще это чакра связано с нашим здоровьем с вашим здоровьем это чакра связано с вашим здоровьем с вашим и светлой и более широкой и более чистой и более и более Может быть, вы можете поговорить с этими предметами. Посмотрите, может быть, где-то там прячется дух старости или дух болезни. Полните светом и очистите эту пещеру. Фольте себя почувствовать и открыть себя в силу здоровья. Эта пещера в силу долгой жизни. И вот после того, как мы навели порядок в этой пещере, мы выходим из него. И вот мы входим уже в эту оранжевую пещеру. Позвольте, какой вход, широкий или узкий? Позвольте, может быть, есть какие-то загрязнения. И вот мы заходим в эту пещеру. В этой пещере также может быть кто-то. И в этой пещере может быть кто-то. Девушка или парень, ваша первая любовь. Может быть, есть первая любовь. Может быть, может быть, есть какие-то предметы, которые вы получали в юности, как знак любви или что-либо еще. Или какие-то предметы, которые вы получали в юности, как знак любви или любви. Позвольте, насколько она наполненная энергия, она жизнерадостная или какая-то пересохшая эта пещера. Может быть, там вы можете встретиться с самим собой. Вы можете себе встретиться, может быть, молодым или старым. Может быть, нет, 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 нет. Если вы встретили себя, поговорите с собой. Что нужно, чтобы вы чувствовали себя молодыми, сильными, красивыми? Что нужно, чтобы вы чувствуетесь уже молодыми, старыми, активными, активными? Позвольте себя красивыми. Позвольте себя с собой. Позвольте эту пещеру. Позвольте этот пещер. Позвольте больше радости, счастья, оранжевого цвета. И вот уже выходим из этой пещеры и поднимаемся еще выше и мы идем в желтую пещеру. И мы идем в желтую пещеру, которая отвечает за наши достижения. И мы идем в желтую пещеру, которая отвечает за наши достижения. Наши проявления в материале мире. Усссссср, какая большая пещера в отношении другим пещерам. groß oder klein, diese Höhle ist im Vergleich zu den anderen Höhlen. Vielleicht versteckt sich irgendwo in den Tiefen diese Höhle ein kleines Kind, das seid ihr in der Kindheit. Da spürt ihr Schwächen und die Unmöglichkeit etwas ausrichten zu können in einer gewissen Situation. Verheilt diese Höhle, füllt sie mit Licht. Füllt diese Höhle mit Licht und mit Liebe. Sehr gut. Und wir gehen aus dieser Höhle heraus. Wir kehren langsam zurück. Wir gehen in den grauen Nebel und gehen weiter durch den Nebel und noch weiter. Und wir gehen entlang eines Pfades und kommen an den nächsten Berg, da sich ein Eingang befindet, der uns auf die andere Seite führt. Und wir gehen durch diesen Tunnel, gehen dahin durch. Und wir gehen zurück zu unserer Realität und begegnen wieder in vielen violetten, blauen, hellblauen, zelene, schelte, orange, fällen oder säulen, gelbe, orange, rote und braune. Und wir sind bereits am Ort des Glückes in unserer Kindheit und wir übertragen die Aufmerksamkeit auf den Körper. Füllen uns im Hier und Jetzt danken. Wir bedanken uns vom göttlichen Vater und bei der irdischen Mutter. Wir bedanken uns bei den Hütern der vier Himmelsrichtungen. ein- und ausatmen und öffnen die Augen. Noch eine gewisse Zeit so mit halb offenen Augen denken wir, was wir in den einzelnen Hüllen gesehen haben. Welche Gedanken, Visionen ihr da gehabt habt? Vielleicht habt ihr etwas Ungewöhnliches gesehen, was ihr nicht einmal geahnt habt? Diese Praktik kann man für Diagnose verwenden, aber auch für eine Heilung. Unter anderem für ein Öffnen der Möglichkeiten und für eine Entwicklung der Kräfte. Ich hoffe, hat alles geklappt bei euch. Habt ihr Fragen dazu? Also über die Praktiken oder zu den Gegenständen oder Personen, die ihr dort gesehen habt? Vielen Dank für die Meditation. Fantastisch. Ich bin noch nie in meine Chakren gereist. Genial. Ich muss das erst. Ich mache sowieso ein Reisetagebuch. Ich werde diese Reise aufschreiben. Danke schön. Mieti schon. Mieti aufschreiben. Warum? Warum? Wir prorаботали нижние центры. Aber можно und weiter gehen. То есть можно и дальше идти, но обычно, когда уже идет медитация больше 25 минут, как бы человек начинает уставать. Хорошо, поэтому рекомендуется как бы разбивать на, скажем так, хотя бы пополам. На самом деле в одной чакре можно пребывать, там, этих 20 минут и только одной чакрой заниматься. Man kann tatsächlich aber nur in eine чакра gehen und sich 20 Minuten nur mit einem чакра beschäftigen. Поэтому мы работали как бы такое телесное, чтобы все гармонизировать. Und wir haben ja erstmal das körperliche, also die unteren чакren bearbeitet. Ich muss, ich muss noch mal, ich muss sowieso noch mal reisen, denn ich bin nicht ganz fertig geworden mit richtig schön machen. Ich hab noch Arbeit. Man sagt, что она еще даже не успела все сделать, то есть ей придется еще раз путешествие, идти в это путешествие и там наводить порядок. Конечно, конечно. То есть это, ну, фактически, это же как бы для ознакомления, для обучения, чтобы понять принцип. Владимир говорит, что это всегда, чтобы понять, чтобы понять принципы. Соответственно, дома вы можете как бы отдельно произойти в каждую и в каждой побывать, например, один день, одна чакра и таким образом проработать более гармонично. Ihr könnt ja zu Hause, zum Beispiel, dann im Alleingang, euch jeden Tag ein Chakra vornehmen und lange genug dort drin sein und dort aufräumen. Соответственно, вы можете там, там могут быть вас предметы, животные или люди. Es können sich Tiere, Gegenstände oder Menschen dort aufhalten. И с ними надо, соответственно, общаться, потому что это как бы некий такой мир видение, поэтому даже предметы могут с нами общаться. И да, в общем, это было и в вашем видении. Поэтому вы можете его изцелять, трансформировать, так чтобы оно вам нравилось. И тогда это внутреннее исцеление приведет никому внешнему исцелению. И это в вашем видении. Вы можете там, 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 там. Это может вам сделать, там, 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 там. эти предметы эти животные эти люди это некое отображение наших частей души то есть у нас наша душа она может восприниматься в целом но она еще одновременно состоит из частей души подобно тому как мы можем сказать кулак а можем сказать ладонь с пальцами соответственно каждая часть души пропускает через себя поток энергии в зависимости от того какой образ в этой части души ту часть реальности она и материализует и обменивая информация о том, что находится в этой части души это то, что она не может быть в этой части знаете когда то на дискотеках были такие шары когда они разного цвета и там середине светит лампочка они крутятся и отбрасывают разного рода блики такие цветные и вы знаете, в этих дисках есть диско-когел и у них была такая лампа и эта диско-когел и эта диско-когел душа наша через наши части души как через вот эти цветные такие слайды отбрасывает энергию получается что мы формируем вокруг себя события и ситуации и мы можем с ними работать или через энергию или через визуальные образы и таким образом как бы меняя свой внутренний мир менять окружающую реальность поэтому в своих чакрах вы можете встречаться с какими-то предметами, животными, людьми, которые будут проекцией неким образом ваших частей души соответственно с ними можно договариваться, их можно transformировать, изменять, но это мы изучаем на втором модуле первой ступени и вы можете с ними общаться, обмахаться, эти трансформировать и это все теории и это все теории из второго модуляа хорошо, может быть там были какие-то предметы, которые вы взяли с собой или может быть ну я тогда расскажу если все, пока еще других нету, но что в одной чакре, ну все чакры были относительно безлюдны, но там были разные предметы, но только в одной находился я сам и как бы сам себе помогал в этом мире а ты там сам находился в каком возрасте? ну наверное как сейчас примерно так, но не в детстве ну может такой там 25-30 лет ну это может означать, что в этой чаре есть сила и из нее как бы в первую очередь получаешь поддержку чтобы мы понимали как бы наше сознание оно находится как бы оно плавает в той или иной чаре в основном оно может находиться внизу, оно может находиться выше, там у каждого по разному и когда происходит раскрытие вот этой чары, которая 15 сантиметра над головой, чары светащ, то есть это как раз и есть просветление, то есть первый его уровень, тот который называется и если этот чакра 15 сантиметра и если этот чакра 15 сантиметра начинает увеличивать и открыть, то есть это примерно первая стуфа для освещения что можно назвать как санскрит еще может быть какие то вопросы или о чем то хотели бы сегодня поговорить может быть для того как какие то вопросы Может быть, есть какие-то практические вещи, о которых вы хотели бы поговорить? Спасибо за субтитры. В основном знаки слова благодарности, что очень ей сегодня понравилось, было эффективно. Она уже говорила, что хочет с нами заниматься и будет практиковать дома, тренироваться. Отлично, очень хорошо. А другие ребята, как там? Мы уже потихоньку будем заканчивать наши такие открытые занятия. И соответственно, если соберется группа, то мы будем начинать заниматься уже, скажем, в полной мере по программе, по методичкам наших. И если мы много сотрудников иметь, то мы начнем, начнем, с учетом программы, по методичкам наших методических занятий. Хочу сказать о том, что я очень доволен той группой, с которой мы сейчас занимаемся. Мы уже занимаемся больше полгода с ней. То есть первая немецкая группа. Ну и энергетически чувствуется, что у людей как бы их решаются, их задачи, соответственно улучшается здоровье, улучшается взаимоотношения. И меня чувствует энергия, что у людей, которые из частью этого группы, которые реалируют, на территории и на территории Гребендации. Поэтому мы будем рады, когда вы присоединяете, и мы сможем также заниматься. И поэтому мы все счастливы и счастливы, если вы учились вместе, или если вы учились вместе вместе, и мы вместе начнем свою вторую группу динстаг. Если у нас сегодня уже нет вопросов, то мы заканчиваем. А если у вас есть вопросы, то мы будем закончить сегодняшнюю сетку. Приятно было с вами поговорить, желаю вам хорошей недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!